Я, готовясь к сегодняшнему вебинару, задумалась. Вот я сейчас живу в Белоруссии, и климат у нас, в принципе, такой же, как и в средней полосе России. И на данный момент сейчас в этом регионе начинается самый рассвет весны. И это время очень уникальное, можно сказать, самое ценное для заготовок. Я его всегда боюсь упустить. И причём заготовок витаминов на целый год. Но об этом мы ещё поговорим позже. И вот когда я выбирала тему для сегодняшнего вебинара, то рассуждала таким образом. Сейчас май, впереди целое лето, погода становится день от дня, теплее, нас ждут жаркие денёчки. Какие же рецепты могут вам пригодиться на всём протяжении этой прекрасной поры года? И в данный момент я бы хотела рассказать о квасах, о рецептах и приготовлении блюд из них. Так, мне уже написали, что звук лучше. Хорошо, я тогда продолжаю. Итак, квас — это, конечно же, исконно русский напиток. Ещё с древних времён было известно, что лучше кваса ничто не может утолить жажду, исправить нас от усталости и быстро восстановить силы. Сегодня ни один напиток не может с ним сравниться по целебным свойствам. Это истина! Русский напиток упоминается он ещё в древних летописях, и трактатах «Хлеб да квас и хватит с нас», говорили наши предки. «Вино для веселья, а квас для души». В старину на Руси без кваса не обходились ни в одном доме. Им не только утоляли жажду, но и, представляете, лечили даже разные недуги. А знаете почему? Всё это потому, что по своему действию квас схож с кисломолочными продуктами. Все полезные свойства, которые приписывают к омысу, ряженке, кефиру, йогурту, мацони, есть у нашего русского кваса. Рассказывать и перечислять я их не буду, но хочется заметить, что одно свойство, которое я очень люблю, ну просто, просто испытала на себе и на многих других, это то, что квас может использоваться при различных формах дисбактериоза. Он угнетает патогенную микрофлору и улучшает полностью вот нашу микрофлору, помогает ей размножаться. И причём, вы знаете, один раз даже такой интересный произошёл случай, я его описала в одной из своих книг «Сладости для радости». Там парень, мой знакомый друг, решил вылечить дисбактериоз. Говорит, ты знаешь, Оксана, вот наш зверь такой русский, жаба называется, меня задушило, когда я увидел, сколько стоят таблетки от дисбактериоза и сколько их нужно пить. А на самом деле, чтобы вылечиться от дисбактериоза, соответственно, нужно пропить целый курс, и там ни одну упаковку нужно покупать. А так как он занимается органическим земледелием и часто разводит квасы на основе Байкала-М и других М-препаратов, он говорит, я взял и рискнул сделать квас и добавил туда несколько капель вот того самого Байкала. Самое интересное, после первых же глотков у меня тут же, как рукой, снимают вот все вот эти побочные эффекты, которые при дисбактериозе, знаете, там может быть расстройство, газообразование. И он со мной поделился, я, конечно, отдала должное его такому подвигу, ну попробовать добавить то, что для органического земледелия в пищу, но у него был очень хороший эффект. И на самом деле он потом выздоровел. И когда со мной случился подобный случай, я один раз заработала дисбактериоз после определенной чистки, там, видимо, вычистили все бактерии, которые нужны были нам, я поняла, что нужно как-то, хотела природным способом найти, как можно восстановить нашу микрофлору. Ну понятно, там есть льняное семя, есть все, что касается с такими крупноволокнистыми веществами, пить льняное масло, там много всякого-всякого, но как заселить нашу микрофлору полезными бактериями? И тогда я вспомнила своего друга, сделала квас, и квас вот тот, который я сегодня о нем вам расскажу. И действительно, мне настолько стало комфортно, так легко, я не думала, что квас можно вылечить, вот такое распространенное заболевание. Ну конечно же, квас содержит молочную кислоту, ферменты, аминокислоты, микроэлементы, витамины. И недаром сейчас русским квасом, я об этом недавно узнала, заинтересовались даже на Западе. А они, приверженцы, многие из них здорового питания. Сейчас очень многие обращают на это внимание. И человек из Италии рассказал, что у них тоже становится популярным этот напиток. Причем популярным он уже встал и в Германии, и во Франции, и в Австрии, и даже, представляете, даже в Японии. Отмечено, что квас утоляет не только голод и жажду, он еще снимает усталость, поднимает работоспособность и положительно влияет на пищеварение. А также здорово поднимает тонус организма. Вот скажите, зачем нам эта чашечка кофе с утра, которая, я не устаю об этом говорить, которая разрушает кальций, выводит его? Нам же нужно насыщать себя полезным, не нужно издеваться над нашим организмом, а дает вот этот тонус. Вместо чашечки кофе можно выпить кваску. Попей кваску, разгони тоску, говорили наши предки. Ну и как у многих напитков, у него, конечно же, есть и противопоказания. Думаю, стоит о них немного рассказать. Дело в том, что медики не рекомендуют его употреблять детям до трех, а в некоторых источниках даже говорят до семи лет. А почему? Потому что сегодня квасы делают какие? Дрожжевые. Дело в том, что дрожжевые квасы действительно очень, ну я бы не сказала, что они полезны. Все-таки я отказалась от дрожжей, и уверена на сто процентов, что правильно сделала, я увидела хороший эффект после отказа. И вам рекомендую постепенно отказываться от дрожжевой пищи. Она все-таки угнетает нашу микрофлору и заселяет патогены. И не рекомендую также людям с повышенной кислотностью, у кого гастрит с повышенной кислотностью, при язве желудка, особенно в стадии воспаления. Хотя на этот случай у меня тоже есть одна очень интересная история. Мне рассказал человек, который работал на заводе, где производят квас. Напишите, пожалуйста, дайте обратную связь. Как сейчас меня слышно? Хорошо ли сейчас? Как звук меняется? Или может что-то стоит подрегулировать нам? А я тем временем все-таки продолжил свое повествование. Так вот, однажды он работал на заводе, где производят квас. И, говорит, это было в перестроечное время. Наш завод решил поднять свой бюджет, заключил договор с американцами для производства известного американского напитка. Я думаю, вы уже догадались, о чем идет речь. И они переоборудовали, полностью завезли им новое оборудование для того, чтобы производить всякие фанты, кока-колы и все, что спрайты, и все в таком роде. И вот, представляете, конечно же, все это новшество появилось на заводе. Народ, который там работает, решил непременно все это продегустировать добро. Ну и, как говорится, на халяву, да, сами знаете, что сладкое, напились, пили каждый день, там им нравилось. И что же произошло? Через некоторое время, через, я не помню, какое он называл, там недели-две месяц, но он говорит, я почувствовал, у меня становится хуже со здоровьем. И причем конкретно пошли такие рези в животе, что я уже не мог терпеть, пошел напрямую к медикам. Они стали говорить, что-то вы к нам повально ходите. Наверняка еще один клиент, который полюбил тот самый американский напиток. И оказалось, как оказалось, это, видите, немного боком вышло. И она направила его, говорит, так, сейчас я пропишу вам таблеточки лекарства, но что я вам посоветую? Как только будете проходить мимо отдела, где готовят квас, обязательно возьмите кружку, зачерпните и выпейте его. И говорит, я постоянно, как только вот где-то есть возможность, квасу, 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 и у меня пошло улучшение. И вот с одной стороны я считаю, что противопоказания есть, язвенная болезнь, но с другой стороны, вот можно верить или нет, но мой друг, знакомый, утверждал, что таким образом именно квасом он вылечил язву. Ну, я думаю, экспериментировать, конечно, не стоит, но для здоровых людей, конечно же, он будет полезен. Так вот, я стала искать, как же раньше делали квасы. Ведь вы сами знаете, что дрожжи у нас появились когда? В послевоенное время. И это не есть хорошо. А квасы делали на Руси испокон веков, никаких дрожжей не было. Сейчас загляните в интернет, вы найдете рецепт без дрожжевого кваса. Я вам хочу сказать, это сделать очень непросто. Тогда, когда я задалась целью найти этот рецепт, еще интернета и в помине не было, я смотрела различные источники, искала много различных книг, у меня есть и древние, посмотрела рецепты и нашла, как готовили истинный квас. Причем квасов на Руси было, ну, положу руку на сердце, только я насчитала более 50. Там счесть не перечесть, квасов такое множество. И вы умудрялись их готовить без дрожжей? Мятный, с изюмом, с шином, даже с хреном, представляете, с хреном. Рябиновый, грушевый, яблочный, овсяный, тминный, смородиновый, с смородиновым листом, ячменный. Столько просто вот кладезь. И мне захотелось найти рецепт такого самого вкусного кваса. Но как же их заквашивали? Внимание, рецепт, оказывается, заквашивали его ничем иным, как чем, я думаю, вы догадались, медом и пыльцой, самым уникальным творением на этой земле. Ну, так я считаю. Дело в том, что пыльца, та самая пчелиная пыльца, которую мы видим, продают пчеловоды, находится в меду, в небольшом количестве. И можно заквасить квас, сделать именно с, просто даже с медом. Но если вы добавите пыльцы, то просто он получается такой волшебный, я вас уверяю. Он такой сказочный, это такой вкусный, а настолько полезный напиток. Просто я даже не могу вам передать, вот это отдельная просто лекция о пользе. И мне хотелось найти рецепт, который наиболее такой, самый-самый вкусный. Я долго искала и всё-таки нашла. Итак, какие квасы бывают? Классические, которые можно сделать там с солодом, с хлебом, они тёмные. Вот именно этот классический квас мы с вами и любим употреблять. Он продаётся. Квасы бывают ягодные, в которых используют, ну, всё многообразие местного царства ягод. Бруснику, калину, ежевику, всё, что есть. Можно делать зелёные квасы. Это уже многое из зелёных квасов, чисто моё изобретение. Мало здесь информации, мне пришлось самой изобретать, используя разные травы. Я сегодня тоже об этом вам поведаю. Медовые квасы, где в качестве компонентов, конечно же, присутствует мёд, как самый основной компонент. Сбраживающий, правильно сбраживающий. Фруктовые, в которых можно использовать любые фрукты. Квасы абсолютно любые. О них я тоже останавливаюсь. Ну и, конечно, овощные. Здесь самый известный свекольный квас. И эти квасы очень даже оздоравливают. Некоторые люди утверждают, что в квасу находится в некоторой степени алкоголь. Да, если это относится к дрожжевым квасам. Всё-таки я стала из нова читать информацию, в бездрожжевых квасах не находится алкоголя. Далее, представляете, если взять... Именно я нашла перечень квасов, которые готовились в древности, и из 33, которые там были перечислены, только три раньше готовили на хмелевой закваске, которые приближались по содержанию алкоголя к современному сегодняшнему пиву. Вот. И я была так удивлена, только три, а остальные безалкогольные. И кто же говорит, что наши предки пили. Они не пили, они квасили. Только не в сегодняшнем вот понятии этого слова, а именно в том, которое было прежде. То есть пили квасы, и алкоголь не был ещё популярен на Руси. И слава Богу. Итак, перейдём к нашему квасу. О берёзовом квасе я рассказывала раньше на прежних вебинарах. Его готовить очень просто. Здесь рецепт одного из любимейших моих квасов. Но не все имеют возможность заготовить берёзовый сок. Тем более, эта пора прошла. Поэтому на нём мы останавливаться не будем. Мы остановимся на других квасах. Причём я сегодня расскажу ещё и о блюдах, которые можно готовить на основе кваса. И не только это будут там окрошка, супы, а ещё можно делать различную бездрожжевую выпечку. Представляете? Итак, мой любимейший квас. В него всходит 100 грамм мёда, 2 столовые ложки цветочной пыльцы и 1 литр воды. Воду можно закипятить и охладить до 40 градусов. Ну, конечно же, во всех древних рецептах рекомендуют брать воду из колодца, из родничка. Это идеально. Ну, давайте остановимся на том, что у нас есть. Если вы берёте водопроводную воду, конечно, её стоит кипятить. Я очищаю воду особым способом, не буду на нём останавливаться. Я предпочитаю свежую, не кипяченую воду. Добавляю, можно немножечко нагреть, а иногда даже это не делаю. Добавляю мёдик, пыльцу, и главное, хорошо перемешивать, чтобы можно было, ну, хорошенько растворить мёд. Далее закрываю горлышко марлей или у меня даже специальная льняная ткань и оставляю на 3 дня. Если в квартире не жарко, ну, так, прохладно, то иногда до 5 дней. То есть я наблюдаю, как идёт брожение. Вы можете попробовать. На вкус это сделать абсолютно легко. Если квас пьётся легко, и, вы знаете, он такой очень приятный на вкус, значит, он уже готов. Он такой с кислиночкой. Если квас ещё сладкий, то есть мёд даёт что? Сладость. Он ещё не готов. Нам нужно подождать, пока пройдёт вот это время ферментации. Если вы хотите сделать квас, он такой у вас получится, нежно-янтарного цвета, светленький. Ну, если вы хотите сделать традиционный, тёмный, но бездрожжевой, всё очень просто. Возьмите обычный солод. Вот, он продаётся в магазинах или квасное сусло. Солод ферментированный мы добавляем в бездрожжевую выпечку. И он такой цепучий, темноватый. На вид его делают из пророщенных зёрен, ржи. И он довольно-таки полезная вещь. Его можно смело добавить. И тогда квас уже приобретают. Тёмный, красивый, вот такой вот цвет, как хлебный квас. Хлебный квас я тоже делала, но из нашего бездрожжевого хлеба. Но всё-таки мне более нравится медовый. И хочу остановиться на пыльце. Вы знаете, сейчас просто вот самое уникальное время для всей средней полосы России, когда можно заготавливать пыльцу самим. Я прекрасно понимаю, что можно пойти на рынок, купить. Но согласитесь, пыльца довольно-таки дорогой продукт. Да, она того стоит. Она, скажем так, я её ставлю на первое место лучше всех БАДов, витаминов, которые нам предлагает сегодняшняя промышленность. Об аптеках я вообще не беру речь. Много БАДов делают на основе пыльцы. И правильно делают. Потому что цене этого продукта. Я занимаюсь уже очень много лет здоровьем ввиду школы природного развития. И по воздействию на организм. Ну, номер один. Лучше. Просто уникальней. Я ещё не нашла. У меня есть отдельная лекция, целый вебинар только по пыльце. И вот в пыльце, представляете, находятся все известные науки витамины. Все микроэлементы. 27, представляете, 27 микроэлементов находятся в той самой пыльце, которую мы, ну, вот, собирают пчёлы из разных растений. Меня спрашивают, какая должна быть ёмкость, широким или узким. Не имеет значения. Я беру сразу иногда 3-литровую, иногда даже 5-литровую банку, чтобы поставить, и сразу было много. И если мы добавляем пыльцу, то вы представляете, это такой витаминный напиток. Просто вот чудо, ну чудо природы. И он помогает нашему организму мега омолаживаться, потому что пыльца, она несёт такой омолаживающий, сильнейший омолаживающий эффект. Регулирует цвета и святых, эндокринную систему. Она там улучшает и печень, и работы сердца, и кровеносных сосудов. Променяется в косметологии, от разных анемий. Просто вот все болезни можно перечислить, это лечит пыльца. А почему? А потому что она поднимает наш иммунитет. И даже есть случаи излечения от рака людей именно вот с помощью вот этого эликсира. Даже есть люди, которые ни разу в жизни не болели, потому что с детства их мама научила есть бутерброд. Хлеб, масло, посыпанный мед и пыльца. Представляете, вот такое. И пыльцу мы можем собирать сами. Об этом я рассказываю уже на своих вебинарах, вот как сделать такую уникальную заготовку для всей семьи целыми трёхлитровыми банками. Можно и приобрести у пчеловода. Но здесь, смотрите, будьте внимательными, если она сыпется крупинками, возможно, пчеловод просто её пересушил. И тогда она становится такой... А пересушил как? Может положить в духовке, посушить, и мы купим гранулированную сухую муку. К сожалению, такое бывает. Итак, переходим дальше. Медовый лимонад. Тоже вкусность ещё там. Мы берём здесь 300 грамм мёда, 1 лимон, 2-3 изюминки. Разводим мёд в тёплой кипячёной воде и, ну, практически делаем всё то же самое. Но добавляем лимон. Лимон нужно нарезать кубиками и добавить... Появляется, вот, помните, в детстве, в детстве тот самый вкус настоящего лимонада. В таких он был в стеклянных бутылочках тёмного цвета. Три дня хранить квас, меня спрашивают, в тёмном месте или это не важно? Я... Нет, не важно абсолютно. Главное, не на солнце, потому что солнечные лучи, к сожалению, разрушают витаминки. А мы туда добавили пыльцу, а в пыльце что? Весь кладезь витаминов. И нам их нужно сохранить. У меня он стоит, ну, обычно на обычной полке, на кухне, квасится. Я могу поставить там где-нибудь в укромное место, чтобы он мне не мешал. Не имеет значения свет. Главное, чтобы не падали солнечные лучи. О том, как заготавливать пыльцу, это отдельная лекция, очень объёмная и большая. Можно заготавливать лесную, цветочную, там с разных растений. И вот именно эта лекция у меня записана и в книгах, в моей книге, которая уже вышла, и на семинаре, который вот сегодня его можно будет приобрести. В общем, там очень много информации, сразу так и не расскажешь. И вы представляете, мы берём всего, ну, мы здесь уже в медовый лимонад, можем заквашивать как пыльцой, можем заквасить и изюминками. Пыльца содержится в меду, и порой этого достаточно. С условием, слушайте меня внимательно, если мёд натуральный. Если вы подозреваете, что мёд ненатуральный, то здесь, конечно же, нужно обязательно добавлять какое-то дополнительное сквашивающее вещество. Ну вот, поэтому тут представлен изюм или пыльца. Если есть вопросы, пишите, походу уже буду отвечать на них. Следующий квас, который я тоже люблю, очень-очень целебный и приятный на вкус, это овсяный. Хотя, я бы сказала, что он такой на любителя. И так, в блендере можно взбивать и размешивать. Я бы не рекомендовала. Зачем? Мы размешаем, желательно вообще, если вы хотите получить мега целебный напиток, чтобы к нему не прикасалось железо. То есть, мёд, пыльцу, даже там, брать деревянными ложками. Ну, это уже касается энергии. Энергия, говорят, более концентрированная. Помните, древние лекари писали, что размешивать надо, мне только деревянной палочкой или деревянной ложкой. Это именно связано с энергетикой. Если не зацикливаться, можно размешать обычной ложкой, но блендера взбивать не нужно, потому что пыльца сама по себе растворится в воде. Великолепно, прекрасно. Представляете, даже нам, сегодняшнему человеку, рекомендуют принимать пыльцу, а принимать её можно просто там по чайной ложке каждый день и оздоравливать организм, лечить себя. Зимой это средство у нас номер один на столе. И рекомендуют сначала на ночь залить, взять чайную ложечку, залить там стаканчиком воды, а утром выпить. Почему? Потому что наш желудочный сок отличается. Он не настолько хорош, как был там первозданного человека. всё-таки мы, так сказать, дети цивилизации. И наш желудочный сок не может расщепить оболочку пыльцы. А пыльца, она сохраняется, даже нашли там миллионы лет назад, была, да, тысячи лет назад берут захоронение, и пыльца сохраняется в первозданном виде. Она такая, у неё очень прочная оболочка у клетки пыльцы. Поэтому, чтобы её расщепить, нужен очень хороший желудочный сок. У кого здоровый желудок, у того будет всё в порядке. Если вы подозреваете, что где-то там не всё в порядке, то лучше изначально растворить в воде. Поэтому в квасах она просто идеально будет всасываться, буквально сразу там пойдёт в кровь и будет насыщать наш организм витаминами и микроэлементами. Пыльцу можно постоянно употреблять? Я её употребляю, наша семья постоянно, пока идёт такой зимний, весенний период до первых витаминов. Как только появляется первая зелень, всё, мы убираем все посторонние добавки, и у нас на столе зелёные коктейли с салатой, вот именно зелень не супермаркета, а та зелень, которая пришла к вам вот с огородом. Может, вы там у бабушки на рынке купили, может, поехали на дачу, привезли целую охапку там дикоросов разных. Я могу долго рассказывать о дикоросах, а это отдельная тоже моя любимая вкусная тема. И можно делать зелёные коктейли, насыщать, или просто добавлять салаты любые, любую зелень, и уже мы получаем витамины вот от природы. Ну а летом, осенью уже сам Бог велел есть всё то, что идёт по сезону. Так, солода достаточно столовой ложки, но вы смотрите по вкусу. Вы смотрите, то есть, вы, если хотите более тёмный квас, добавьте несколько ложечек, если более светлый, там одну, то есть, определяйте, то солод добавляйте в то, как вам нравится. Здесь уже нет чётких, ну таких, жёстких критерий. И овсяный квас готовить тоже довольно-таки просто. Мы засыпаем овёс, заливаем водой, можно не нагревать, там пишут нагревать, нет, я не нагреваю, просто заливаю родниковой, колодезной, или очищенной водичкой, накрываю марлечкой, и оставляю. Можно добавить там пару изюминок для сквашивания, да, или ту же ложечку пыльцы. И вот, что я хочу как бы заострить внимание, первая заливка, она будет такая немножко тягучая. Её, конечно, можно пить, но можно разбавить, она полезная, но уже, знаете, как по, если это вам нравится. Некоторые сливают первую заливку, и следующий квас, и ещё следующий, и далее, становится вообще превосходного вкуса. жидкость мы процеживаем через сито и добавляем туда в квас ещё немножечко мёда, чтобы он, чтобы мы его пили, он был сладеньким, вкусным. Промываем овёс и снова заливаем водичкой. И вот эти пол-литра овца можно пить в течение двух месяцев. То есть он у нас стоит, слили, залили опять, слили, залили опять. Овёс отдаёт постепенно все ценные микроэлементы, витамины, ну и всё, что оздоравливает наш организм. И поэтому можно его не менять часто. Причём, если уже один раз у вас брожение произошло, дальше квас получается, ну буквально на глазах, там сутки прошли, сутки, двое дней, у вас уже квасок такой, ух, хороший получается. сколько нужно овца? Пол-литра. Мы берём пол-литровую баночку овца и высыпаем в трёхлитровую банку, а дальше уже заполняем водичкой. Вы знаете, такой момент, воду заполняете не до конца, чтобы немножко оставалось место для брожения, чтобы у вас пена не вышла за пределы там в вашей баночке, да, не убежала. Ну что, если вопросов нет, переходим к другому рецепту. Ох уже, сколько я с этим рецептом экспериментировала. Я когда-то очень давно прочитала, что в древности в Европе любили такой напиток и назывался он Реджи Вилак. Что это за Реджи Вилак? Понять никак не могла. Да, его готовят на проростках. Ну проростки, это же чудо, это же, это же просто они улучшают цвет кожи так, что если ешь в проростке, молодеешь на глазах. Мы удивляемся, все удивляются, насколько становится красивый цвет лица, как себе, сколько энергии они прибавляют. Конечно же, мне хотелось найти рецепт вот того самого Реджи Вилака. И как же его делают? Было сказано, что нужно взять пророщенные зерна, залить водой, причем примерно стакан, полтора на два литра воды. Я взяла полтора стакана, залила водой, оставила, как утверждают, на два-четыре дня. То, что после этого получилось, передать словами невозможно. Это была настолько протушая и неприятно пахнущая жидкость, что я тут же вылила. Ну, знаете, как в холодильнике что-то испортится и пахнет, ну, просто неприятно. Не могла понять, ну, в чем же вопрос, ну, почему у людей получается по рецепту, а у меня никак. И потом я догадалась, оказывается, видимо, вот эти пророщенную пшеницу или, может быть, другие злаки брали, там, рожь, перья, малывали в ступке. Вот сегодня можно отлично это сделать, там, на мясорубке или в том же в блендере хорошенечко взбить с водой. И тогда, когда я залила перья молотую пшеничку, вот тогда Роджевилак получился приятно кислого вкуса. Почему я так упорно хотела допиться вот этого напитка? Мне хотелось вкуса, ну, вот, и чтобы он получился, мне, я узнала, что Роджевилак очень целебный, просто вот фантастически целебный. И хотелось выяснить, ну, как же его готовят? Вот, оказывается, рецепт вот в чем. Секрет. Нужно взять полтора стакана пророщенной пшеницы, добавить два литра воды и вот взбить в блендере или перемолоть с помощью кухонного комбайна, там, мясорубки, да, и залить водичкой, наполнить банку не до краев, а чуть-чуть оставить место, накрыть марлечкой, и тогда мы ждем. Там два дня прошло, четыре дня в зависимости от того, какой, какая у вас температура находится в вашем доме. У меня, например, четыре дня сбраживалось, после этого я получила потрясающий вкусный напиток. Вот здесь, может быть, не совсем хорошо видно, я постараюсь картиночку увеличить, показать, если вы увидите. Вот мой слайд. и вот две, ага, очень вкусный квас пишут, делаю часто, Татьяна. Здорово, замечательно, что вы делаете. Да, мне он тоже очень нравится. И я приготовила, видите, попробовала потом еще раз поставить и с цельной пшеницей, и с молотой. С молотой он сразу приобретает такой оттенок, немножко мутноватый, он с легенькой кислиночкой, и вы его потом процеживаете, жмых мы не используем, мы жмых выбрасываем здесь, можно использовать, правда, я иногда делаю с него всякие чипсики, можно сыроедческие делать, какие-нибудь хрустяшки, но об этом сейчас речь вести не буду, можно просто с ним расстаться. Все самое ценное, там балластные вещества остаются, а самое ценное переходит в напиток. Этот напиток лечит, оздоравливает, вот посмотрите, какое чудо, и его, конечно, можно тоже употреблять в оздоровительных целях, и с ним можно готовить много различных и очень вкусных и интересных блюд, но об этом мы поговорим немножечко попозже. А сейчас, а сейчас следующий квад, зеленый квад. И это уже мой любимый зеленый квад. Я просто в восторге от зеленых квад. Что же это такое? Зеленый квад мы можем приготовить абсолютно из любых пищевых и пряных трав, а также листьев. Я люблю брать мяту, мелису, крапиву. Крапивный квад это отдельная история. Вот просто берете пучок крапивы в марлечку, там грузик какой-нибудь, я кремниевый камушек ложу, и на дно банки. Крапива сама по себе тоже один из древнейших рецептов может сквашивать и сквашивать правильно. Ну, если туда мы добавим немного меда и пульцы, это вообще будет божественно. Потом, там листочек подорожника, сныть люблю, лебеду, мокрицу, листья малины, смородины. Просто экспериментируйте как хотите, на любой цвет, вкус, запах. Мы можем взять и цветочки, да, там, каленбулы, она очень полезна для женщин, и как против онкологии идет. Мы можем взять абсолютно такие целебные цветы, как зверобой, что хотите, тысячелистник, да, от той же язвы желудка он действует. Вот, набрали целебных трав букетик, вот то, что вы порой завариваете в чай. Не заваривайте, давайте не будем их заливать кипятком, давайте сохраним все самое ценное природы для нас, и зальем просто водичкой. Итак, мы берем пучок трав, я беру ну вот сколько помещается в ладошку, добавляю, вложу марлечку, грузик туда небольшой, можете помыть любой камешек, подержать его в ладони, поговорить с ним даже так, и завязать марлю, опускаем на дно, заливаем это все водичкой, добавляем 200 грамм сахара или меда, и желательно, конечно, добавить сюда пол-литра кваса для заквашивания, или, или, соответственно, изюмопыльцы, да, чтобы он хорошо заквасился. Я готовлю те квасы, о которых я вам рассказала, они у меня порой стоят очень долго в холодильнике, я закупориваю в бутылке и делаю такую закваску. Вот, когда я говорила о медовом лимонаде, здесь хотела еще добавить то, что медовый лимонад лучше всего после того, как он, сейчас мы посмотрим, вот, мы его сделали, вот, еще упустила такой момент, хочу напомнить, и мы закупориваем в бутылку лимонад и ставим на две недели для созревания в темное место вот эти вот бутылочки. Поставили, и он через полторы-две недели получится настоящий лимонад. закваски. конечно, если мы их забываем и оставляем там уже летом, приходим, у нас получается уже, знаете, такой квас в рове глаз называется, напиток с шипучкой или как шампанское открываем осторожно, выпускаем газ и не выливаем, не нужно, он все равно сохраняет целебные свойства. Вот как раз таки его мы используем в качестве закваски. Так что добавляем буквально пол-литра, можно даже стакан такой закваски для того, чтобы приготовить зеленый квас. Зеленый квас готовится тогда очень быстро и если вы используете не мед, предположим, нет меда в доме, хотя у меня он, наверное, есть всегда. Я очень люблю мед, никогда не жалею никакие средства на свое здоровье. И тогда ладно, возьмите сахар, замените, потому что при сквашивании вот эти вот бактерии, которые появляются полезные, да, они съедят сахар, розу, и выделят получится такой молочнокислая бактерия, молочную кислоту и другие полезные вещества. Зеленый квас, он имеет такой очень нежный вкус, такой приятный. Если экспериментировать с различными сколько литров воды, мы доливаем до почти до горлышка, но оставляем пространство, да, вот, до краев трехлитровой банки и оставляем пространство для того, чтобы для образования пены. Если пена немного образуется, не удивляйтесь, это нормальный процесс. Итак, мятный квас великолепный, с таким мятным привкусом, здесь, конечно, важно мятки не переборщить, возьмите немного, там, пару листочков, смородинки обязательно добавьте, оно вот-вот-вот-вот-вот-вот, такое, знаете, волшебное что-то получается. Я очень люблю добавлять эстрагон. Эстрагон такое растение, его называют еще тархун, оно растет у многих, и если где-нибудь раздобудете, обязательно посадите на своем участке в деревне, и тогда, если я готовлю эстрагоновый квас, ну, один к одному тот самый напиток тархун, который, опять же, нам известен с нашего детства, вот знакомый вкус. Но самый любимый мой квас, как вы думаете, с какой травы может быть? И когда я о нем рассказываю, многие люди просто не верят, что с этой травы можно действительно готовить квас, и он еще будет вкусным. Об этой траве говорит героиня моих любимых книг, звенящая кедрой Россия Анастасия. Она рассказывает, возьмите листочек чего? Да, чистотело. Подержите его в ладошке, поговорите с ним и съешьте. И поверьте, он очистит вас от всякой нечистоты. И, вы знаете, я потом только поняла всю эту мудрость. Да, на физике я читала, чистотело обладает сильнейшими очистительными свойствами. Он убивает патогенную микрофлору, даже грибки, плесень, многое такое, что, увы, порой содержится в нашем кишечнике. Но еще чистотел, это я только потом узнала, причем нашла в таком источнике, не в интернете, там, в таком достоверном, он, оказывается, очищает наше биополе от различных паразитов. И это тоже немаловажно. И именно квас с чистотелом я люблю больше всего. Это самый любимый квас в нашей семье. Кто бы мог подумать, когда я пробовала с ним готовить квас, я изначально думала, что будет какая-то горечь, ведь попробую съесть. Вы пробовали вот съесть листочек чистотела? Я, конечно, доверяю Анастасии, но это очень невкусно. А девиз моих книг, моих рецептов, семинаров, это вкусное должно быть полезным, а полезное вкусным. Поэтому я стараюсь все, что полезное, обязательно сделать вкусненьким. И квас с чистотелом. Да, все верно, Татьяло, чистотел ядовитый. И если мы возьмем чистотел, сделаем, заварим его очень сильно, выпьем, он будет ядовит. Сначала для меня была открытием книга «Травинки». Это известная травница. Она написала, что не волнуйтесь за то, что он ядовитый. Он ядовитый. Но знаете, как говорили древние лекари, в малых количествах это эликсир, а в больших яд. Кстати, то же самое это относится и к цветочной пыльце. В малых количествах эликсир, а если мы съедим больше столовой ложки, то может быть и побочное явление, может обсыпать, потому что слишком гипервитаминоз будет, много витаминов. И чистотело относится к таким же веществам. Она, я тогда думаю, как же можно, она говорила, заварите, заваривайте чай, положите туда чуть-чуть чистотела. Поверьте, это будет очень оздоровительный такой эффект произойдет для вашего организма. Я стала пить, я попробовала, действительно, можно зарубцевать, это средство номер один для язвенников, номер один. Можно зарубцевать язвы, ну, конечно, не с помощью кваса, я не рекомендую экспериментировать, как мой друг, а с помощью настоек. Есть там определенные рецепты, их можно найти. Я же, изготавливая квас, взяла, вот, ради эксперимента, чистотела, целую жминьку, то есть не жалея. И этот квас не нес никакого ядовитого свойства. Вот в квасу появляются только полезные свойства. Квас чистотела, он и сердечно-сосудистый, и верхние дыхательные пути, и профилактика новообразования. В общем, все, 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 я думаю, что здесь у вас видно, вы прочитали. Он даже восстанавливает кишечник после приема сильнейших антибиотиков, когда дезбактериоз, даже известный бифидолактобактерий не могут восстановить. Восстанавливают простатиты, лечат просто шикарно. И циститы, заболевания, ну, множество, не буду сейчас о них говорить, и готовится он тоже довольно-таки просто. Мы берем чистотел, небольшой пучок, точно так же в марлечку, грузик, и на дно банки. Вот как я вам рассказывала, делаем зеленый квас аналогично. Можете туда добавить мятки для ароматизации, любимые травы, как хотите, что хотите. Но знаете, вот этот вкус, его, наверное, ни с чем нельзя сравнить. Он такой с легкой горчиночкой, но очень приятный. И наша семья его может пить очень долго. Ни разу я не встретила побочного эффекта, у меня пьют даже дети, ничего. Так что можете пить смело. Я рассказываю те рецепты, которые проверила на себе. Если говорят о том, что квас закисляет организм, например, лимон, он кислый, но он ощелачивает организм. Я не читала, не вдавалась в информацию, окисляет или ощелачивает, но то, что будешь чувствовать себя превосходно, это я вам гарантирую. И все новые течения, которые сейчас идут, а сейчас их большое множество, это физическая кухня, аюрведа, питание по знакам зодиака, по группе крови, всё, что угодно. Я очень много пробую на себе, но критерием для оценки является моё самочувствие. И только этому доктору внутреннему я доверяю, что советую сделать и вам. Чувствуйте себя, не слушайте кого-нибудь там доверяй, но проверяй. Вот это будет тогда самый лучший способ выздороветь. И точно также возьмите любую траву, понюхайте её, приятно вам, значит именно эти вещества сейчас вам просто необходимы, значит именно эти вещества вам нужны. У вас на участке появилась травка, недаром она к вам пришла, значит именно сейчас вам необходимо её пропить. Будьте внимательны к природе, чувствуйте себя, да, вот нас учили травница такая, вы знаете, удивительная травница, для меня она была учителем номер один, она учила, как сделать отвар трав, заварить чай именно индивидуально для своего организма, просто нужно взять траву и её понюхать. Она разложила перед нами такие красивые льняные мешочки, и в каждой была своя душистая травка, и вот берёшь к лицу подносишь, вдыхаешь аромат, да, зелень какая-то, ну вот как-то я бы не очень хотела, следующую, ох, что-то интересненькое отложила, следующую, да, 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 вот, это именно то, что я сейчас хочу, и понимаешь, значит, именно эта трава тебе сейчас нужна, вот точно так же можно искать траву для зелёных квасов. Каждый день, да, я пью каждый день в жаркое время, когда мне хочется, если это зима, квас немножко такой охлаждающий эффект несёт, вот зимой почему-то неохота их пить, а летом, да, у нас квас постоянно, вот новый, новый, новый мы делаем и очень часто используем в летний период, и вот уже сейчас весна началась, я чувствую, мне хочется этих квасов, я их делаю, я их делаю разные, мы их пьём. Сколько квасов, а вы почувствуете сами, ориентируйтесь на себя, то есть выпейте, вы утолили жажду, вам хорошо, вам хочется ещё, выпейте ещё, я могу иногда делать разгрузочные дни на квасах, я знаю, прекрасно, и просто, это дальше тема, забегая немножечко вперёд, есть прекрасные эффекты оздоровления, похудения, когда люди сидят вот неделями на квасах, и поверьте, там никакого закисления у них нет, они чувствуют себя великолепно, прекрасно очищают организм и избавляются от очень многих болячек. Так, немножечко забежала вперёд, хотела рассказать вам, как сделать квасы ягодные, яблочные, фруктовые, грушовые, элементарно, вы добавляете в наш квас, вот вы уже должны сделать закваску, там, неважно, из овсяного кваса, цветочного, с пыльцой, зелёного, вот, закваска у вас уже есть, и возьмите пол-литра закваски, оставьте в вашей банке, и долейте любыми соками, которые вам нравятся, можно добавить где-то литр сока и литр воды, да, можно добавить ягод с тем же грузиком положить, но я предпочитаю всё-таки не цельные ягоды, а их размять, я люблю это делать не спеша, деревянным пестиком, там с марлечкой, чтобы по всем технологиям никакая, никакой металл не притрагивался, и он в полной мере был целебный, но признаюсь честно, когда я спешу, тут уже вот и блендер идёт, и всё остальное, всё размяло, влило, мне не нравится, когда квас с жмухой вот этой вот, поэтому я процеживаю, чтобы он был чистенький, такой прозрачный, и тут уже на любой вкус, цвет и выбор, делаем ягодный, и и ещё, вот у вас, смотрите, варенье начинает уже чуть-чуть подгуливать, конечно, не тогда, когда там плесень появляется, а вот-вот-вот, уже что-то начинает оно бродить, да, там, по холодильнику, мы его берём и тоже добавляем в наш квас, прекрасно у вас получится то, что нужно, и вы не потеряете там ценную заготовку, так, звук плавает, скажите ещё раз, как меня слышно, проверьте, вот, его не потеряете, и вы сделаете себе такой приятный напиток, так, хорошо, мне пишут, что звук хороший, нормальный, проверьте, пожалуйста, у себя, что же мы делаем дальше, овощные, свекольный квас известен многим, его любят, многие его делают, и его я просто, просто очень люблю и люблю с детства, им нас угощала бабушка моя, она брала свеклу, причём желательно взять небольшую, кстати, я вот так на рынке выбираю овощи, когда у нас свои заканчиваются, я стараюсь брать не крупные овощи, значит, там, ну, если крупные, сами понимаете, уже с нитратами перестарались, и свеколка, свеколка, желательно такая небольшая, тёмного цвета, у меня друзья, которые, вегетарианцы, задаются вопросом, как повысить гемоглобин, элементарно, сделайте свекольный квас, я вас уверяю, гемоглобин у вас будет просто, вот, фантастическим образом повышаться, потому что свекла содержит очень много железа, и, соответственно, мы будем насыщать свой организм гемоглобинчиком, возьмите несколько таких вот свеколок, я беру, ну, в зависимости от того, какого они размера, режу, очищаю от кожуры, режу и наполняю на две трети, вот, некоторые пишут, я посмотрела разные рецепты, заполняют на одну треть, наполовину, мне нравится по максимуму, причем у меня бабушка не стеснялась, она могла просто на четыре части разрезать, в банку и до самого верха, заливала водичкой, буквально через несколько дней начинается брожение при комнатной температуре, и через дня три уже квасок можно пить, и здесь так же, как и с овсяным квасом, он сначала такой очень-очень насыщенный, тягучий, но он приятный, я беру, да, он тягучий, если так, по максимуму мы наполняем баночку, наливаю, разбавляю водой и выпиваю этот напиток, и его не нужно бояться пить, как свекольный сок, мы помним, да, свекольный сок имеет очень хороший, очищающий эффект, ой, у меня с ним связано столько смешных историй, я их описываю в своей книге, и, конечно же, он здорово чистит организм, он прекрасно действует на все наши клеточки, да, он как онкопротектор, омолаживает, там свойств немерено, но здесь мы уже нет, так сказать, агрессивного воздействия на наш организм, он уже становится более мягко воздействует, его нельзя перепить, здесь не будет побочного эффекта, как от свекольного кваса, и так мы наливаем себя в стакан, выпиваем, еще налили, выпилили, квас уменьшается, долейте воды, выпиваем, снова долейте воды, и так постоянно, пока вы не заметите, что ваша свеколка уже все отдала воду, все самое лучшее, ценное, мы выпили, и радуемся жизни от своего самочувствия, а так свеколочку дальше выбрасываем, нарезаем новую, вот такой овощной квас, знаете, это еще не все, может быть, вы знаете какие-нибудь овощные квасы, может быть, вы что-то интересное делали, тогда не стесняйтесь, пишите, и вообще мне еще очень хочется спросить, кто сейчас находится, кто сейчас слушает меня, если вы занимаетесь сыроедением, то поставьте, пожалуйста, цифру 1, если вас интересует, вы по стиле когда-либо, интересует вегетарианство, поставьте цифру 2, если вы просто сторонник здорового питания, поставьте цифру 3, а если можно сказать, я не заморачиваюсь, есть такие люди, которые, знаете, живут согласно такому девизу, полезно все, что в рот полезло, поставьте цифру 4, и мы сейчас узнаем, кто в данный момент находится в этой комнате, мне интересно промониторить немножечко, чтобы знать, что дальше говорить, так, сыроеды у нас есть, это здорово, это хорошо, хорошо, а, и еще, если вы и одно, и второе, третье, поставьте цифру 5, так, хорошо, с переходом на сыроедение, и то, и другое, третье, замечательно, очень хорошо, четверочек я даже и не вижу, значит, мы переходим дальше, и я вам расскажу еще об одном, ну, это просто находка, я очень благодарна человеку, который, это Натали, которая дала рецепт в чате нового кваса для меня, я его опробовала, опробовала с большим удовольствием, и вам рекомендую его делать сейчас, а почему я о нем расскажу, это капустный квас, и готовится он элементарно, мы должны взять полкило капусты, хорошенечко измельчить, я здесь уже делаю это просто в блендере, добавляю немножко водички, хорошенько так измельчаю, ну, не в пюре, а в крупочку такую, да, чтобы она была как с зернышками, высыпаю в банку, причем делаю сразу много, сразу признаюсь, у меня для этого дела есть пятилитровики, вот на картинке как раз таки, моя пятилитровая банка, засыпаю, заливаю водой, и накрываю салфеткой, вот так вот постояла денька три, если прохладно, ну, порой бывает это больше, то есть чувствую, попробовала, ага, вот напоминает по вкусу, знаете, квашеную капусту, но без соли, я признаюсь честно, когда я первый раз делала, была не в восторге, то есть вкус ожидаешь лучшего, я привыкла к вкусным квасам, некоторые говорят о том, что можно добавить меда, есть даже у меня знакомый сыроед, который утверждал, что вот он сыроедит, а порой делает себе разгрузочные дни, и разгрузочные дни просто на чае или, ну, или голодание, он уходит заниматься активно, говорит, вот ощущаю упадок сил, мне тяжеловато, тогда я решил делать разгрузочный день и пить что-то, да, у меня есть, кстати, рецепты разгрузочных дней, просто вот даже не замечаешь, как этот день проходит, очень вкусные, как-нибудь с вами обязательно поделюсь, и он берет, он говорит, я попробую вот этот капустный квас, Оксаночка, я был в таком восторге, сил много, энергии много, я ощущаю, видимо, какие-то микроэлементы попадают в мою кровь, но в то же время организм очищается, ему понравился эффект, чем этот эффект хорош и женщин, он прекрасно, я вам сейчас такой секрет расскажу, вот вы не поверите, это чудесный, оказывается, что бромелан, который находится в том самом ананасе и способствует милой женщине похудению, нам о нем очень часто рассказывают, что да, ешьте ананасы и вы быстро сбросите вес, он, вот мне раскрылся секрет, та самая мой учитель, моя травница, он находится в наших обычных русских продуктах, просто об этом как-то не все говорят, а может быть нужно раскручивать заморские продукты, и он есть в капусте и в кабачке, так вот, если мы будем пить вот этот капустный квас, то мы будем постепенно наблюдать, что наша талия приятно округляется, так уменьшается, я бы сказала, что наша фигурка становится приятной для глаза, меньше жировых отложений, и нам самим легче становится, мало того, что он чистит организм, у него очень большие очистительные свойства и оздоровительные, так к тому же еще теряем лишние калории, поэтому, если вы решите сделать разгрузочный день, вот как я сегодня себе дала слово, честное, пионерское, по пятницам буду делать себе разгрузочный день, потому что пока мы где-то допускаем варенку, я пришла к выводу, все-таки нужно делать такие или голодания, ну это слишком агрессивно, или такие легкие разгрузочные дни, то я могу сделать на квасу на таком или на каких-нибудь полезных чаях с медом, с лимончиком, ну есть у меня разные рецепты разгрузочных дней. Так, если вам нужно похудеть, пожалуйста, рецепт прекрасный. Единственное, единственное, вот пишут, можно добавить и свеклу, и черную редьку от камней, да, 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 туда можно добавить, и кстати, кто-то спрашивал рецепт хренового кваса с хреном, его можно просто добавлять, на Руси любили с хреном и даже с перчиком, то есть чуть-чуть, чтобы вот квас как бы такой остренький был, можете смело экспериментировать. Так что делаем, не боимся, но что мне захотелось, мне захотелось с этим квасом сделать какой-нибудь очень, ну, такой вкусный рецепт, интересный рецепт, чтобы он был, так сказать, и приятен на вкус. Поэтому для меня было целым открытием сделать квас на квасу окрошку. Окрошку мы любим очень, многие знают рецепт холодников, они у них на столе, но когда мы переехали раньше, я родилась в Казахстане, потом приехала в Беларусь, узнала, что оказывается не здесь не популярный рецепт окрошки, мы ее просто обожаем. И я сейчас хочу поделиться рецептом самой своей любимой окрошки. Если мы ее сделаем на квасу, мы можем сделать даже сыроедческую такую окрошку, она вот такая вкусная, ой, на квасу именно капустном. Вот здесь я стала применять в этом рецепте специально заготавливаю капустный квас для того, чтобы готовить вот этот рецепт дня он у нас летом номер один, а нам же хочется такого чего-то прохладненького летом, так что давайте будем готовить. Да, процеживать обязательно капустный квас, мы процеживаем, жмых выкидываем, ставим новый, новую закваску, да, новый квас, и если мы хотим побыстрее сквасим, то может добавить немного старый там стакан вылили, пол-литра, чем больше нальете, тем быстрее сквасится новое. Поэтому потом снова процеживаем, жмых, выбрасываем, не жалеем, капуста очень быстро отдает все ценные элементы в водичку. переходим к очень вкусному блюду. Мы берем пол-литра капустного кваса, берем 200 грамм огурчика, 200 грамм, если вы сыроед, я добавляю, например, авокадо, если вы сторонник традиционного питания, просто картошки, то есть я картошку люблю заменять авокадо, а иногда то, что есть в доме, стараюсь картошку, честно признаюсь, использовать по минимуму или вообще не использовать, это такой слезеобразующий продукт, мне не нравится потом, как организм на него реагирует, или в малых количествах. Можно добавить редис, если есть, нет, ничего страшного, зелень обязательно, укропчик там на первом месте, лук у меня растет на подоконнике всегда, там петрушечки можете, а сейчас я привожу пачками сныть, вот уже сейчас начинается мокриться, то есть вот эти дикоросы, которые не имеют вкуса ярко выраженного, но они великолепны по своим целебным свойствам, дают много нам хлорофильчика, я их меленько так вот беру пучок, измельчаю дикоросы и хорошо мну руками, солью, они пускают сок, я добавляю вот эту зеленушку тоже в нашу крошечку, мне нравится добавить по вкусу чайную ложечку горчицы, вот она такую легкую горечь приятную придает, горчицу я тоже готовлю сама, и чайную ложечку соли морской, можно соль положить по вкусу, если вы придерживаетесь традиционного питания, положите 100 грамм сметанки, сметану желательно, конечно, не растительную, там настоящую, хорошие продукты, белорусские, но, конечно, лучше иметь знакомую корову, мы стараемся покупать молочные продукты, только такие свойские заказываем, к нам привозят, вот, и вместо картохи нам рекомендуют репу, верно, а можно даже не только репу, мне нравится, мы специально пастернак для этого дела выращиваем, и он, я вам скажу, можно его варить, можно сырым добавлять, в вареном виде вообще похож на картошку, и он не следеобразующий продукт, а репа, это же чудо, ну просто чудо, раньше кальций откуда получали, почему у людей такие крепкие зубы были, да из репки, вот он откуда кальций, а в листьях репки, так он там вообще мега содержание, даже не молочные продукты на первом месте, а вот он, наш древний продукт, любимый репка, и мы можем положить сметаны, если вы допускаете в своем рационе, если же вы, у вас нет в рационе молочных продуктов, то сметану я тоже делаю сама, как изготовить сметану растительного происхождения, я писала в книгах, кто у кого, кто выписывал мои книги, знает, это очень легко, мы делаем из обычных семечек подсолнуха, делаем сливки, сквашиваем, получается сметана, можно, можно взять ореховое молочко, да, и добавить ореховое молочко, это для сыроедов, как вариант, то есть, кто, что нравится, да, еще это пенамбурно, рекламируют, тоже отличная, хорошая вещь, и вот такая просто вот фантастическая крошка появляется на нашем столе, так как у нас молочные продукты есть доступ к натуральным, мы используем и их, и добавляем порой просто сметанки, поверьте, это так вкусно, а это так полезно, ох, но это еще не все, еще можно готовить и на квасу абсолютно бездрожжевую выпечку, когда я открыла, я нигде не прочитала, я просто решила поэкспериментировать, я сделала сама блины, оладьи, там тесто можно делать, пирожки какие-нибудь, в общем, всякую всячину, для меня это было таким открытием, особенно в пост, вот в пост хочется чего-то такого найти и вкусного, в то же время не хочется эти дрожжи использовать, вот я вам сейчас картиночку открою, вот такие блинчики, вот такие оладушки, вот такие пирожки, все это я выпекаю абсолютно без масла, чтобы оно было какое, знаете, такое, вот тот самый вкус, когда иногда хочется побаловаться чем-то, такой выпечкой, конечно, лучше это делать не часто, но я придумала, как делать выпечку совершенно не вредную, и даже без яиц, и даже без муки, а почему я, я много лет уже пеку без яиц, почему, потому что все-таки я заметила, что переход на раздельное питание сказался здорово на моем здоровье, а в детстве я, к сожалению, а может быть и к счастью, болела таким, была хилым ребенком, по больницам вечно, мне это надоело, врачи сказали, это хроника, это не лечится, и, ну, такие, нехорошие мне пророчили, пророчили будущее, я дала себе слово, что я буду здоровой, что я обязательно найду этот способ, я выздоровлю, я стала находить, и вот когда для меня таким открытием было раздельное питание, боже, я узнала, что оказывается можно чувствовать себя так хорошо, после этого искала, я потом уже сама изобретала рецепты раздельного питания, а выпечку без яиц, яйца утяжеляют, организму тяжело переваривать и углеводы, и белки одновременно, поэтому можно делать без яйца, вот те же самые оладьи, те же самые блины, пирожки, тесто, можно сделать на квасу, есть много у меня и других рецептов, вот, я с ними делюсь щедро, но это уже тема другого вебинара, и так переходим к нашим, если без муки, то из чего, вот, вот посмотрите, это я испекла вчера, сделала специально к вебинару, сфотографировала, вот такие оладушки, они у меня получились, конечно, не тонкие, не толстые, тоненькие, но они были очень вкусные, у меня дочка попробовала, это мой главный дегустатор, причем очень такой конструктивный критик в мой адрес, и она спионерила с важным видом эту тарелку, и ушла в свою комнату с таким видом победителя, что оно очень вкусно получились, эти оладьи, действительно, их можно смело, этот рецепт, давай, что я делаю, итак, мы берем вместо муки, больше всего мне нравится использовать зеленую гречку, я ее, у нас благо, сейчас это добро, наконец-то, ее уже не нужно выписывать в интернете, а раньше я вечно выписывала где-то, искала, привозила на оленях, а сейчас можно покупать в обычном магазине, она стоит не дороже жареной гречки, жареная гречка везде и всюду, она у нас вся прожаренная, и наконец-то уже стали так задумываться о том, что людям нужна зеленая, и можно покупать, я ее сама молю, делаю из нее муку на кофемалке обычной, использую вместо традиционной муки, а вы попробуйте сами почистить свой организм, да, а многие из вас уже и знают, попробуйте почистить, а потом съесть что-то мучное, организм в шоке, тут же появляется какой-то там насморк, вот эта слизь выходит, отхаркивается, то есть он пытается избавиться, поэтому, конечно же, муку лучше брать какую? Правильно, цельнозерновую, или хотя бы, хотя бы грубого помола. Ну, номер один у меня мука из зеленой гречки, она прекрасна, вот, на вкус, даже еще вкуснее получается. Я беру 100 грамм муки из зеленой гречки или 150 грамм пшеничной муки, например, цельнозерновой, 150 грамм кваса, финики и банан. Банан я всегда ложу, если хочу заменить яйцо в выпечке. Если можно и без яйца готовить, то есть можно и без бананчика, но мне нравится добавлять его. Итак, я банан измельчаю в блендере, финики просто мелко порезаю, нарезаю, можно добавить изюм, можно добавить разные там специи, очень вкусно, чуть-чуть, там сока имбиря или на ваш вкус, на ваш цвет. Мне нравится еще корицу добавить и столовую ложку любимого растительного масла по желанию. Я готовила и без добавления масла, тоже получается великолепнее, просто, ну просто сказочно. Но с растительным маслом они как бы так чуть-чуть как бы так сдобу придают. Растительное масло я люблю горчичное, оно получается тесто такого приятного желтого цвета и легкий ореховый аромат. Не олифа, которая рафинированная, дезодорированная, да, горючий смазочный материал я его называю, а конечно же масло первого отжима, неочищенное. Добавляю в квас соду. Вот за счет соды наши блинчики поднимаются. Буквально одну треть, может чуть-чуть больше, там пол чайной ложечки соды и щепотку морской соли. Мы все размешиваем. Если мы готовим на муке зеленой гречки, нам нужно просто подождать, чтобы чуть-чуть как бы она размокла. Это буквально там минут 10 и уже можно выпекать. Никогда не жарю на масле. Это для меня такой один из главных принципов, от которого я не отхожу. Потому что раньше я работала фоль-диагностом, тестировала людей и замечала взаимосвязь. У меня, к сожалению, среди моих родственников есть люди, которые очень любят хрустящую жареную корочку. Я сама такой любитель, но увидев эффект этой жареной корочки, я поняла, что лучше от нее отказаться. и поэтому сковородки у меня с антипригарным покрытием, а те, которые достались по наследству от бабушки, тоже привыкли жарить без масла. Это можно легко сковородку к этому приучить. Наберите в поисковике, как сделать сковородку, чтобы жарить без масла, и там просто вам расскажут. Это элементарно, многие знают. И я выкладываю тесто, хорошенько разогреваю сковородку, уменьшаю огонечек, выкладываю тесто, вот оно буквально на глазах подходит, подрумянивается, то есть они не жарятся, они припекаются, мы не получаем побочного эффекта от жарки, а я когда работала фольдиагностом видела, сосуды зашлакованы, печенка просто страшная, желчный повально всем удаляют, из-за того, что у нас получается вот это вот зашлаковка, канцерогены очень влияют на онкообразование, есть даже целое село в Китае, в которых повально у всех онкология, и когда стали выяснять, оказывается, там они все готовят продукцию жареную, выпускают в домашних условиях и отправляют на рынок, и именно из-за того, что вдыхают пары, появляется онкология, представляете, я вам советую, откажитесь, если вы еще не отказались, поэтому подрумяниваем сначала с одной стороны, потом с другой стороны, выкладываем на блюдо и, если ваши домашние привыкли есть жареное с маслицем, а вы просто сбрызните маслом, и получается вот такой приятный красивый цвет, масло мы берем только полезное, и еще польза для организма выходит. Так, можно на кокосовом масле жарить не образует трансгенный жир, да, можно на кокосовом, можно на оливковом, и еще можно на горчичном, говорят, не образует канцерогеном, но согласитесь со мной, масло при каких температурах кипит? При высоких, а нам высокие температуры ни к чему, и при жарке все равно оно теряет все полезные свойства, так что делайте вывод сами, как в этой песне, думайте, сами, решайте сами. А еще, а еще можно готовить зеленые оладьи. Я их тоже вчера сделала, и попробовала, картиночка, которая снизу у меня со снытью, моя любимая снитка, раньше говорил Серафим Саровский, он ее очень любил, и ел ее даже несколько лет, подпитался только ею некоторое время. Она действительно содержит в себе максимум полезных веществ, поэтому я очень люблю вот эту снитку, снеть, откуда прошло снедать, от слова сныть, и она такого нейтрального вкуса, сейчас она у меня идет на салаты, а если нам хочется кусочка хлебушка с салатом, зачем брать этот хлеб на пшенице, зеленые гречки сделали, гречка очень-очень полезна, очень, там тоже белка, кстати, много в ней, сейчас обнаружили, вух, он легко усвояемый, да, она не заражена нитратами, ее не поливают, потому что она уничтожает сама все возможные заросли сорняков, это большой плюс, поэтому она не зараженный продукт, кстати, есть список вот таких экологически чистых продуктов, я о них порой на вебинарах рассказываю, и вот мы берем к салату просто вот такой вот блинчик, это полноценный ужин получается, или можно сделать зеленые оладьи, зеленые оладьи я делаю и сыроедческие, зеленые оладьи со снейтю и с капусточкой, например, вот вверху с капустой они такие уже в виде котлет у меня получились, больше там находятся, экспериментируйте, добавляйте все, что угодно, вот мне понравилось капусту добавить и зелени, смешала с, в квас добавила немного соды, зеленой гречки, получилось тесто, пропорции, экспериментируйте, любые, вам обязательно понравится, если я делаю что-то в виде котлет, я добавляю чуть-чуть чесночка, перчика, обязательно ложку специй, там, чайную с горкой и вот, ну, это так вкусно, те, кто любит сметану, могут, конечно, их употреблять со сметанкой, а так обычно мы употребляем с различными салатами, может быть, у вас есть вопросы, вот сейчас я рассказала о своих блюдах и есть еще время поговорить, я могу ответить на ваши вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Так, у нас барановичек зеленая гречка в три раза дороже, у нас в Бобруйске я живу, получается в полтора раза дороже, она стоит 10 тысяч, ну, это белорусских рублей, не пугайтесь, это меньше одного доллара, получается 0,7 доллара, то есть, ну, совсем ерунда, так что обратите внимание на такой магазин Евроопта, там должна быть цена одинаковая, если и, скажем, в два раза, я когда покупала в интернете и в три раза дороже, и больше переплачивала, я понимала, что я делаю вклад в свое здоровье, это того стоит. Так, вопросики задавайте, может быть, еще что-то вас интересует, пока есть время, я расскажу. Вот такие, как вы вкусно рассказываете, спасибо, у меня, так, можно ли использовать овсяную муку, можно использовать, конечно, экспериментируйте, все, что угодно можно делать, так, как пыльцу заготовить, посмотрим, сколько останется времени, там нужно, ну, хорошенечко рассказать об этом, может быть, останется, еще расскажу, узнаете, вы используете взрослые листья или только самые молодые, посмотрите, пожалуйста, на картинку, если видно, я стараюсь использовать вот именно сочную молодую зелень, такую яркую, для салата, а все подряд режу для приготовления зеленых коктейлей, можно использовать любую зелень, кстати, спрашивали насчет чистотела, с цветочками или без, и так, и так, по мере, я не обращаю на это внимание, чистотел, использую просто вот на всем протяжении его вегетации, а сныть, сныть как раз таки сейчас, самое время сныти, вот она начинает подрастать, свеженькая, молоденькая, я ее срезаю, и самый, она отличается по цвету, есть такие почему-то нежно-зеленые листочки, они такие прям яркие, я их отдельно взрываю руками, потому что они в салате более нежные, вот, и когда мы скашиваем сныть, она потом вырастает снова молоденькая, точно так же, как и крапива, некоторые говорят, крапива должна быть только майской, заготавливайте майскую крапиву, нет, нет, ребята, можем ее скосить, если у вас есть приусаденный участок, и она снова вырастет молоденькой, красивой, свекольный квас, после повторных добавлений воды держать в тепле или в холодильнике, я держу в тепле, я держу в тепле, и не, так, не ставлю в холодильник, как сохранять на зиму зелень, у меня есть отдельный вебинар, в ютюбе он выложен, вы можете набрать здравушкины рецепты, да, в ютюбе там, или весенние витамины, просто есть эти вебинары, вы можете их спокойно посмотреть, и я рассказываю, как сохранять зелень, я ее просто сушу, это очень элементарно, посушили, смололи руками, или я иногда молю в кофемолке, вот, некоторые через сито просеивают, кто как, мне нравится быстренько в кофемолке, раз, 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 зелень совершенно разная, вот сейчас начинается пора заготовок, крапива, мокрица, сны, сушилку, все быстренько, просто пачками, и делаем зеленые с ног, сшибательные зеленые коктейли, уже зимой, еще вопросы, овсянка, не образуясь, слизь, вы знаете, по моим ощущениям, меня нет, или у меня так организм реагирует, я даже, когда одно время сыроедила, оставила овсяные хлопья, и мы с дочерью с удовольствием ели, вот такую, просто заливали водичку, хотя это некоторые сыроеды не признают едой полноценной, просто овсяные хлопья с водичкой, с финиками, мне нравилось, я на этой каше сидела несколько лет, и эффект от нее, и легкость, и, ну, конечно, зеленая гречка превосходит по своим свойствам. У меня сныть пестрая, а не зеленая, можно ли использовать? Я не вижу вашу сныть, и сныть ли это вообще, пестрая разве она может быть, у нас сныть только зеленая, она не бывает в других оттенках. Вот, друзья, конечно, рецептов большое множество, просто не перечесть, я, у меня есть целый вебинар по, вот сейчас начинается, ну, ну, самое потрясающее время, то, что я рассказала там о пыльце, что ее можно самим собирать, собирать, заготавливать, это малое толико того, если останется время, я же говорю, сейчас еще, может, успеем о ней рассказать, малое толико того, что я могу передать. И вебинар, который вы сейчас можете приобрести, посмотреть, это такой кладезь, люди, которые его смотрели, говорят, Оксаночка, он стоит гораздо больше того, что вот мы за него отдали, потому что вот эти, вот эти продукты, которые, рецепты, которые даешь, их нет ни в интернете, их нет ни в книгах, они просто пережиты мной, попробованы, многолетней практикой школы природного развития, многими семьями и такие оздоровительные эффекты не рассказать, причем они могут пригодиться всем, и тем, кто любит гулять по лесу, и тем, кто сидит в своем мегаполисе и пользуется обычными продуктами в гиперсупермаркете. Такие вещи можно делать с обычных продуктов, которые лежат на прилавках, вот делаешь вкусняшку, не оторваться, вы будете радовать своих близких, своих детей лакомствами, а они будут выздоравливать от различных болезней. Ну вот посмотрите, там смузи, крема, коктейли, казинаки, все это я описываю в своей книге «Здравушкины рецепты вкусные с пользой». Те, кто закажет вебинар, я хочу им прислать эту книгу, прислать ссылку, они могут заказать ее. Сама книга стоит 500 рублей, вот, а те, кто приобретают тренинг, он получает просто ссылку, чтобы заказать с самой редакции, там, за копейки, за цену издания. По-моему, сейчас редакция 110-130 рублей, там более 50, более полусотни вот таких авторских рецептов. Шоколадные крема, ириски, мороженое, все это в сыроедческом варианте, все это в таком максимально содержащем витаминам. Множество тортиков, напиток, конфет, сгущёнки. Вот как можно сыроеду полакомиться сгущёнкой? Можно, можно сделать самому, это будет потрясающе вкусно. Можно делать коктейли, очень вкусные смузи, тортики, которые способствуют не лишнему весу, а даже похудению. Вот эти секреты я рассказываю на своем тренинге, и, конечно же, книге, книге, которую вы тоже обязательно получите. И ещё мне хочется вам рассказать о том, что те, кто когда-то заказал тренинг, он обязательно становится, ну, мы становимся даже друзьями. Мы, я его подключаю к нашему общему чату, где у него есть такая база, он сразу подключается к базе огромнейших рецептов. Люди, в чате склоняю перед ними голову, кто здесь есть, я просто в восхищении, насколько тёплая атмосфера в чате. Всегда поддерживают друг друга, всегда выкладывают то, что пережили, не просто скопировали в интернете, а то, что понравилось, то, что сами приготовили, делятся вот именно рецептами здорового питания, правильного питания. И поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Мы начинаем переписываться, дружить, давать друг другу советы, личностного характера, помогать друг другу. Так что, милости просим. Конечно же, тренинг, это вы уже обращайтесь к организаторам, у них можете заказать, стоимость тренинга, вообще полторы тысячи, но сейчас в связи с этим вебинаром скидка всего тысячу будет стоить, и за тысячу вы можете получить и книгу, буквально, можно сказать, в подарок, да, вам вышлют, и вы в цветном издании, полностью все цветные картинки, там полностью все расписано, оно такое позитивное, с юмором, некоторые просто читают ее вместо художественной литературы. И можете уже тогда подключаться и к нашему чату, и постоянно, вот мы уже год как общаемся, и наслаждаться вот этим общением. Так, еще вопросы. У вас есть рецепт кваса из хрена? Спрашивают. Вы знаете, нет, вот такого конкретно из хрена я не делаю. Я пробовала добавлять, да, в капустный квас, чтобы улучшить его вкусовые качества, и он получается такой на любителя. Попробуйте сами. Вот именно такой уже готовый хрен в измельченном состоянии, можете корешки добавить порезанные. И попробуйте на вкус, как вам пойдет. Вот так, да, я пробовала, но на одном из одного хрена нет. Что можно делать из конопляной муки? Я вас, конечно, поздравляю, если вы обладатель конопляной муки. У нас мы любим, у нас она очень дорогая, и мы из нее делаем молочко, даем деткам это молочко, оно очень полезное, вот, добавляем иногда выпечку, ну, там кто во что гораст. Я, у нас нет такого разнообразия, нельзя пойти ее приобрести, поэтому у меня нет множества рецептов из нее. Ну, такие рецепты делаю в основном из продуктов, которые находятся в доступном виде, стараюсь. Так, если зеленую гречку еще и прорастить, ууу, да, все верно. Вот зеленые гречки, если ее прорастить, она вообще мега полезная, из нее можно готовить и сыроеческие. Вот я вам рассказала о зеленых оладьях, а я их еще готовлю в сыроеческом виде. Можно подсушить дегидратори, а иногда и просто. Вот, приготовила, там капусту измельчила, туда добавила сныти, зеленую гречку, чесночка, можно там или асфетиды, кто что любит, и получается очень вкусно уже как таковое. Ну что, друзья, так, у нас остается еще буквально-буквально там минут 15. Я очень рада, что вы пришли на этот вебинар и просто очень рада с вами была поделиться своими знаниями, которые у меня есть. Я с большим удовольствием сейчас еще расскажу немножко о сосновой пыльце. Эта информация, я считаю, очень ценная. Я о ней и раньше рассказывала, и рассказываю в своих книгах. Вот. И поэтому давайте, если те, кто хочет о ней узнать, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто заинтересован. А те, кто уже слышал, поставьте минусы, и я посмотрю, насколько эта информация сейчас будет актуальной. Так, хорошо. Этот рецепт у меня связан с необычной историей. Я, когда приехала в Константин-Мансийский автономный округ, познакомилась с удивительнейшим человеком, Ниной Гавриловной. Это человек-музейный, говорят. Она создает шедевры из природного материала. И она говорит, я однажды иду и спрашиваю у леса, ну, попросила, чтобы, а там тайга, чтобы тайга подарила мне вот камешки, да, что-то деревянное, чтобы она могла использовать это в своих поделках. Удивительнейшей красоты, просто фантастические. Нина Гавриловна, кстати, попала в книгу рекордов. Она, о ней пишут статьи, пишут в газетах. И вот я просто пришла к ней домой и сказала, здравствуйте, меня зовут Оксана, я хочу с вами познакомиться. Мы проговорили ночь напролет. И она мне поведала одну из самых таких своих священных тайн. Она сказала, Оксаночка, передавай ее людям. Это очень-очень важная информация. Я не знаю, что со мной было, что со мной произошло. Но однажды, когда я вот так прогуливалась по тайге, я услышала, что меня кто-то окликнул. Я повернулась и увидела цветущую сосну. И на ней шишечки были вот такие вот, желтенькие. Не сами шишки, которые в нашем понятии шишки, а цветущие шишки. Мои дорогие, вот сейчас сосна, может быть, у вас уже цветет, может быть, скоро будет, у нас еще не начало, но вот-вот-вот. Не упустите это время. Посмотрите внимательно, как она цветет. Шишечки есть мужские и женские. Женские, они опущены вниз, обычные шишки, а мужские соцветия, такие желтенькие, пупырчатые. И она говорит, смотрю, она вся стоит, вся желтая-желтая от этой пыльцы. И мне пошла информация. Я не знаю, что это было, как это было, но я услышала голос, что просто необходимо сегодня пить пыльцу. Это сейчас такой переход, интересный переход у Земли. Старые вибрации уходят, сейчас новые появляются. И чтобы человеку перестроиться на новый лад, нам нужна вот эта космическая информация. И эту информацию мы можем получить не из наших гипермаркетов, а из растений, которые пришли к нам с древности, с древних веков и сохранили эту информацию божественную. Вот пыльца сосны ее содержит. И говорит, и как будто слайды, так раз-раз-раз, пошли передо мной, как ее собирать. Я побежала домой, взяла сына, у меня, говорит, такой внутренний мандраж. Взяли мы ведра, там пакеты, пришли в тайгу, стали собирать там, где веточки пониже. Аккуратненько срывали пыльценосные шишечки. Кстати, не забудьте объяснить, и растению, и лесу, для чего это нужно. Недавно познакомилась с человеком, который слышит, удивительным образом слышит растения, говорит с ними, говорит, обязательно объяснять. Они все понимают, и они отдадут, не страх у них будет, отдадут максимум целебных веществ, вот в тот сбор, который вы берете. нас собирала, да, вот мы берем, насобирали где-то пол ведра, там неважно ведро этих шишечек, как повтораетесь, пришли домой, и берете, расстилаете бумагу, и мы взяли старые обои, и расстелили на балконе. Главное, чтобы это была солнечная сторона, и желательно неветренное помещение. Здесь солнышко бояться не нужно. Пыльца у нас, шишечки, раскрываются, вот как сейчас на картинке видно, оно получается так лопается. Когда мы собираем, они должны быть еще плотненькие. Если вы взяли, потрогали и так, фух, пыльца разлетелась, то все, мы это время уже проворонили, ничего не соберем. Смотрите на северной стороне, они, вот мы трогаем, она должна быть плотненькая, шишечка. А вот когда расстелили на солнышке, они сами раскроются, 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 и потом остается только на сито. Раз, 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 и просеять нашу пыльцу. Я одеваю на сито пакет и резинку. Почему? Потому что однажды это было, конечно, просто удивительно. Я была вся желтая, все вокруг было желтое. Мы, конечно, смеялись, что мы здорово поработали пчелами, но пыльца, она очень такое летучее вещество. И высыпали в баночку. И еще Нина Гавриловна мне рассказала, как ее хранить. Вот вы ее просеяли, сами шишечки уже не нужны. У меня подруга иногда их просто заваривает и принимает еще в ванну. Я это уже не использую, но идет на мульчу. И сама пыльца, она такая нежная-нежная, приятная-приятная. И Нина Гавриловна мне сказала, «Оксаночка, ты знаешь, ее нужно хранить только в картонных коробках». Я не послушалась, просто, может быть, забыла. И оставила ее, закрыла крышкой в обычной банке стеклянной. Мне было так жалко. Буквально там немного времени, и тут же появляется плесень, и вот плесень прям такие корни пускает, уже использовать ее потом нельзя. Потеряла один раз целый урожай. И вот еле спасла другой, который там остался. Главное, чтобы пыльца дышала. И в картонной коробке она просушивается. Можно ее поставить куда-нибудь, чуть-чуть подсушить. При комнатной температуре, конечно же, мы здесь не будем использовать ни дегидратор, да, ни сушилку. Меня там спрашивали, сушу ли я в дегидраторе. Сушу при низких температурах, до 40 градусов. Травы и все остальное. Делаю разные блюда. А нашу пыльцу мне больше всего нравится. Даже не таким образом консервировать, а другим. Если останется время, я расскажу. Но самое уникальное, это ее свойства. Все возможные болезни, как я говорила, эндокринные, почки, сжигатое сердце, улучшает пищеварение, микрофлору кишечника, борется с запорами, убирает воспаление. Косметическое средство, попробуйте, шикарное, нанесите в любую маску, добавьте пыльцу, вы заметите, как улучшится цвет. Это качество, отметили косметологии. Способно улучшать наше психическое, то есть оно повышает настроение, повышает жизненную энергию, тонус. Вот что нам нужно принимать зимой, когда нам не хватает солнышка, но аккуратно, как я говорила, не более чайной ложечки. Можно две, но не больше. О ней рассказано просто тысячи разных случаев. Я однажды проводила целый вебинар, можете посмотреть, оно выложено в свободном доступе. И я вам признаюсь, на самом деле можно рассказывать много-много случаев исцеления сосновой пыльцой. Чем она лучше, чем пчелиная? Лучше. Признано тем, что, к сожалению, пчелки летают по полям, которые и по садам, увы, сегодня обрабатываются. А пыльцу сосны мы берем, от экологически чистого места, леса. Стараемся брать, конечно, не возле трасс, идем там, где чистенько. И нравится мне ее использовать, посмотрите, как. Так, это прием, от пол чайной ложки два раза в день до чайной ложки ее можно принимать, или смешивать с водичкой, добавлять в разные напитки. А мне нравится ее смешивать с медом. Получается такое удивительное, вот такая вот паста. Если смешать деревянной ложкой, мы получаем более ценный продукт. Если вы не заморачиваясь и считаете ничего страшного, можно и в блендере смешать, как я показала на фотографии. Так, книга замечательная, спасибо. Благодарю вас, я рада, что вам книга понравилась моя. И вот такие рецепты, вот лакомства, можно делать удивительные из таких даров природы. Обо всем это, конечно, я рассказываю в книге и на тренинге, и делюсь, просто вот хочется передавать, передавать, передавать. И, конечно же, буду еще делиться на вебинарах. Так что, друзья, время заканчивается. Я очень рада, что вы сегодня посетили эту комнату. Столько людей, столько интересного мне хотелось вам передать. Если вам понравилась эта информация, то, пожалуйста, дайте обратную связь, пригодилось ли это вам. Для каждого, каждый раз я жду с трепетом отзывы, действительно, вот как близка ли эта информация, что еще хотите услышать на следующих вебинарах, я обязательно подготовлю и вам об этом расскажу. А сейчас я вам показала сосновые рафаэлки, которые вот я описала, этот рецепт в книге, очень-очень вкусные, которые можно делать на основе уже нашей сосновой пыльцы. Также в тренинге я рассказываю о том, как можно собирать пыльцу не только с сосны, а из цветов. Вот сейчас цветут одуванчики. Как их заготовить? Тот самый сосновый мед. Ой, не сосновый, а одуванчиковый мед. Его можно делать с помощью варки. Я же нашла рецепт, как заготавливать без всякой термообработки. И таких рецептов тысячи. Ну, извините, не тысячи, но очень-очень много. Их, конечно, хочется всё это передать. Я сейчас пишу ещё и новые книги, не только про сладости, а вообще такие разные вещи. Вот готовится к издательству следующее издание. Так. Спасибо. Спасибо, друзья. Очень рада была с вами снова встретиться. Очень благодарна вас, вам, за такие тёплые отзывы и отклики. Низкий вам поклон за то, что вы посетили сегодня этот вебинар. и до новых встреч. До свидания. Оксана, спасибо большое за столь полезную и познавательную информацию. Спасибо за такое количество рецептов и советов, уникальных советов. Вот лично я сегодня, друзья, только с другом обсуждала по поводу берёзового кваса. Мне рассказывают, что это очень вкусно. Ну, сама не знаю, но верю. Верю, что это очень вкусно. Обещаю попробовать в самое ближайшее время. Друзья, сейчас в верхнем правом углу у вас находится баннер в предложении от Оксаны. Вы можете пройти по нему и приобрести продукт, предлагаемый, в частности, это тренинг, который подробно ещё раз деталь вам всё расскажет. Всего лишь тысяча рублей стоимость тренинга сейчас для вас, персональная цена. В ближайшее время действия этой скидки 3 с небольшим часа. Для того, чтобы приобрести тренинг живой витамином, вам необходимо нажать клавишу «Заказать», ввести ваши персональные данные, после чего вам будет доступно… После чего, дорогие друзья, вам позвонит специалист колл-центра, менеджер Оксаны, свяжется с вами по указанному номеру телефона. Обращаю внимание, что входящий звонок будет бесплатным. И вам подробно расскажут, как произвести оплату и как получить впоследствии этот курс. Переходите, заказывайте. Очень подробная информация в этом тренинге содержится о том, о чём сегодня Оксана нам в таком объёме рассказывала. Читаю ваш чат. Оксаночка, большое спасибо. Огромное удовольствие вас слушать. Огромное спасибо. Очень много положительных отзывов. Я думаю, вы заметили, какую позитивную энергию Оксана нам преподнесла всем сегодня этим вечером в чат. Отметили, дорогие друзья? Думаю, что отметили, потому что мне было тоже очень-очень приятно слушать. Скажу вам ещё вот о чём, о том, что сейчас у нас не менее интересный спикер.